Пять часов вечера. Добрый вечер, дорогие друзья. Это телеканал Абакан 24 и радио Абакан. В студии Надежда Савельева. И программа «Деловое время». У нас сегодня гости Оксана Николаевна Хорина, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Абакана. Здравствуйте, Оксана Николаевна. Спасибо, что пришли к нам. У нас сегодня важная тема. Конечно же, будем говорить про детей. И про детей в летний период. У нас уже серединка лета. Ну, так скажем, экватор мы прошли. В принципе, ещё немного, и лето закончится, новый учебный год. Но, тем не менее, жара стоит. Дети некоторые предоставлены сами себе. Их подстерегают опасности. Сегодня поговорим о том, какие опасности, как родители могут предотвратить, профилактировать всё это. Кроме того, друзья, поговорим о том, как лето проходит для трудных детей, какой контроль за ними осуществляется в этот период различными органами. И поговорим про 1 сентября, о том, что ещё приём первоклашек осуществляется. И для тех, кто, если не успел, не горчайтесь, ещё не всё упущено, как говорится. И про новый учебный год, если успеем, тоже поговорим. 22-60-11 – это телефон нашей студии. Мы работаем в прямом эфире, поэтому можно звонить, задавать свои вопросы. Кроме того, у нас идёт трансляция на Ютубе, есть чат, там же можно оставлять свои сообщения. И в наших мессенджерах номера телефонов видите прямо сейчас на своём экране. Начнём. Я думаю, можно начать с трудных детей. Есть, да, у нас такая, к сожалению, категория детей, за которыми нужен особый контроль. Особое внимание им необходимо. Вот скажите, летом вообще, что предусмотрено для контроля за такими детьми? Какая-то, может быть, программа разработана? Как вообще детки отдыхают? Они наверняка активно проводят время как и в загородных лагерях, так и в городе. То есть как это всё вообще осуществляется? И вообще, ну, то есть именно это лето для детей, то есть как проходит, благоприятно ли? В городе огромное количество детей по таким неформальным подсчётам. Таких ребят, в принципе, около 50 тысяч, а может быть и даже больше. Субъекты профилактик уделяют особое внимание тем, кто входит в категорию, которую вы назвали трудными. Но стоит сразу отметить, что это очень подвижные субстанции. И есть такие ситуации, когда трудный ребёнок превращается в обычного. А бывает, когда обычный, наоборот, проявляет какие-то такие признаки, которые позволяют нам сказать, нет, дружочек, с тобой пора проводить работу без нас, однако вы не справитесь вместе с родителями. Поэтому это очень-очень подвижная структура. Особое внимание, конечно, уделяется ребятам, которые воспитываются в семьях, находящихся на учёте. Это по-прежнему мы рейдуем, по-прежнему видим следы, причины неблагополучия. Когда у родителей, к примеру, на бутылку алкоголя есть деньги, а на приобретение каких-то сладостей или возможности потратить на развлечение те же самые деньги, денежные средства для детей, родители уже это не считают первоочередным порядком. Безусловно, здесь требуется и особое внимание, и особый контроль. И неплохо, когда ребята уже сами по себе взрослые, 14-летние, 15-е и старше, которые могут себя обслужить. Но когда ребята малыши, это, конечно, бесконечная тревога. Я говорила о том, что многим гораздо спокойнее, когда они ходят в детские сады, когда они ходят в школу, когда каждый день видят физическое состояние, психическое состояние. Поэтому лето состоит для субъектов профилактики из огромнейшей сети рейдовых мероприятий. Постоянно кто-то у кого-то, постоянно мы радуемся за тех, у кого что-то изменилось. Особенно там квартиры, то есть квартиры, а частный сектор очень много говорит о своих хозяевах. И кто-то бесконечно удивляет и радует в хорошем смысле. Конечно, кому-то на участок заходишь просто с горечью и думаешь, ну зачем тебе вот такое пространство, если все равно ты не планируешь за ним ухаживать и используешь его только как территорию, особую территорию для распития спиртного. Поэтому вопросов много, проблем много. Возможностей для отдыха у ребят огромнейшее количество. Но есть маленький такой нюанс, который, вы знаете, во многих случаях, ну не то что перечеркивает нашу работу, но говорит о том, что вот мы предлагаем максимум усилий, предлагаем усилия для того, чтобы придумать различные развлечения, современные, новые, да, доступные ребятам. Ну и ключевыми большими буквами пишется все это бесплатное. Однако инертность со стороны родителей, инертность детская показывает нам, что большого желания в этом во всем испытывать, участвовать они не хотят. Большого желания они не испытывают в том, чтобы прийти там на площадку. То есть это постоянно находится под контролем взрослых. Когда у нас телефоны звонок, а во всем не дождались, не хотела вас перебивать. 2261-11 кто-то нам так упорно звонил, хотела узнать по какому поводу. Ну если будет желание, друзья, а вот перезвоню. Давайте узнаем, кто у нас на линии. Здравствуйте. Здравствуйте, любимые мои. Ну прийти там и придут, а вот сейчас спать не хотят. Но сегодня же наблюдаются ограничения на телевидении. Будьте осторожны. Какое ограничение, я не совсем поняла. Участвовать тоже нужно стимулировать, придумать что-то постоянно новое для того, чтобы ребята без конца удивлялись и испытывали желание в этом поучаствовать. Вот говоря о ребятах с проблемами в поведении, сегодня вот мы уже можем говорить, что состоялись 19-е по счету туристические сборы. А в разные годы они назывались по-разному. Это и школа мужества. В этом году мы назвали это многодневным походом в одной из связки. Для 15 ребят, состоящих на профилактическом учете, преподавателям и вообще всем составом педагогическим школы по туризму была разработана интереснейшая программа, которая осуществлялась в течение трех дней в городе. Один день на выезде, на такой дневной выезд у них был на гору Кампашку, и трое суток ребята провели на Иргаках. Все это, понятно, было за счет муниципальных программ. Но мы что отмечали? Казалось бы, мы продумали все, мы придумали интересную программу, однако вот эта вот непунктуальность детская, которая не самодисциплинированность, отсутствие контроля со стороны родителей, конечно, нам в некоторых мешало моментах. Приехали с огромнейшим желанием еще дальше участвовать, увидели столько нового, познакомились совершенно с другими людьми, увидели взрослых, инициативных, ярких, творческих. Но это здесь и сейчас, вот как сейчас говорят, в моменте. В моменте им было интересно. А когда было предложено, к примеру, участвовать, непосредственно уже посещать секцию, которая достаточно жестко регламентирована по времени, по срокам, под контролем, то, конечно же, очень многие отселились, ребята. Вот такие моменты, конечно, мы сталкиваемся постоянно. Вот вы сказали, что ребята иногда из трудных становятся, ну, как бы, так скажем, обычными, как мы говорим. А вообще что трудные вы подразумеваете не только тех, которые состоят на учете? Есть категория, ну, такая категория трудная, это многофакторная такая ситуация, когда очень много, вот, трудно бывает всегда кто-то, либо взрослый, либо ребёнок. И трудность начинается с того момента, когда мама говорит своим близким или папа, я больше не знаю, что с ним делать. Казалось бы, он ничего плохого не делает в плане соблюдения норм закона. Всё он, он не нарушает, он выполняет всё. Но поведение, там, материнское сердце чует, что-то не то, да, или какие-то там в быту, он демонстрирует признаки, которые вызывают тревогу у родителей. И мы, как всегда говорим, обратитесь к психологам. Да ещё ничего не случилось, да, что они нас примут, они скажут, что особенность подросткового возраста. Потом ребята, убеждённые в своей вседозволенности, да, безнаказанности, уже могут нарушить закон. Сначала по, так скажем, ну, незначительно, то, что называется вот совсем у них мелочёвочкой. Не прийти вовремя домой. Ну и что? Какая разница? Пришёл я в 11 или в 11.05? Вот 5 минут никакой роли здесь не играет. Мы говорим опять, ребят, комендантский час на территории города действует с 23 часов до 6 утра. Будьте в это время дома. Попробовали, ничего не произошло, ничего не случилось. Там покурили где-то незаметно. То есть нарушение, оно не зафиксировано, но оно же случилось. И вот такой ребёночек постепенно-постепенно набирает себе вот этих вот признаков трудностей. А если не зафиксировано нарушение, то как у вас они появляются, так скажем, в базе, что они трудные? Родители приходят сами? Когда рано или поздно, вот он, вы знаете, как по Зощенко, всё тайно становится явным. Однозначно. И когда ребёнок уже совершает какое-то правонарушение, беседуя с родителями, мы понимаем, что звоночки-то были давным-давно. А, вот он уже. Звоночки были, он говорит, да, я там чувствовал какой-то запах от него, или там вот он стал, как родитель женицеремонии, стал дёрганным, или там он стал кричать на меня, или там ещё что-нибудь, ну там закрываться в комнате. Но мы все находимся в такой ситуации, когда у общей занятости постоянно мы чем-то загружены, загружены, загружены. И останавливаемся, когда спотыкаемся, когда уже какая-то беда случилась, тогда мы почему-то выделяем себе время на остановку. Мы тогда на этой остановочке задумываемся, мы начинаем разбирать всё по полочкам. Так вот, большинство ребят попадает на учёт только потому, что эта остановка была слишком поздна. У них и у их родителей. И вот, готовясь сегодня к эфиру, я так проанализировала, за прошлое лето, за два месяца прошлого лета мы разобрали всего 25 административных протоколов отношений подростков. И 11 из них было за управление транспортными средствами, то есть меньше половины. А в этом году уже вот у нас ещё одна комиссия осталась, на которой огромнейшее количество материалов. Мы разобрали уже 28 и 15 из них за то, что ребята управляют транспортными средствами. Это те, кто достиг возраста привлечения к административной ответственности. 16-летние. 16-летние за рулём автомобилей, 16-летние за рулём мотоциклов, за рулём мопедов, без прав. Виновники дорожно-транспортных происшествий, участники дорожно-транспортных происшествий. Конечно, очень странно, когда родители приходят и говорят, да вот тот, кто в него врезался, права, наверное, купил, а вот мой ребёнок вообще не виноват. Подождите, ваш ребёнок виноват в том, что его вообще не должно быть за рулём в это время. И порой ничего не пугает. Не огромные штрафы, они ведь действительно огромные. Для семейного бюджета постоянно вытаскивать из кошелька. Не учёт, про который мы без конца говорим. Мы постоянно говорим, что те, кто нарушает правила дорожного движения, будучи задержан, однозначно постановка для проведения индивидуальной профилактической работы. И все об этом знают. Вот неплохая характеристика, которую вынуждены будут дать школы, потому что, ну, чаще всего это девятиклассники, да, такие пограничники школу вроде как закончили, никуда ещё не поступили, и вот такое свободное лето себе проводят. Вот. Почему-то это не пугает. На стадии совершения правонарушения никого не пугает. А вот когда звучат на комиссии слова о том, что ваш сын нуждается в проведении индивидуально-профилактической работы, сроком не менее шести месяцев вдруг начинается порой истерика. С чего бы ради? Вы чего так придумали? Ну вот не мы придумали закон такой. Если ты что-то совершил, то ты за это должен нести ответственность. Что сами родители вообще, ну, как реагируют? Я думаю, что они, наверное, очень рады, когда их дети принимают участие в каких-то вот программах, да, организованных городом, в том числе и вот этот вот выезд, про который вы рассказывали замечательно, да, с ночёвкой. О, конечно, представьте. Ну, каждый из сидящих у экранов, да, представляет, сколько стоит трое суток на Иргаках. И очень странная бывает ситуация, для меня просто непонятная, когда ты напоминаешь маме о том, что вот ребёнка, который входит в команду и говорит, что вот сегодня у нас идёт подготовка ко всем мероприятиям, завтра там в 9 часов выезд, и мама вдруг тебе говорит, нет, знаете, я не смогу его уговорить. Мне, конечно, хочется, чтобы он поехал, но я уговорить его не смогу. Поищите кого-нибудь другого. Но и здесь, конечно же, особенности родительского воспитания, да, если ты не можешь сподвигнуть своего ребёнка на что-то хорошее, если ты не можешь обеспечить ему не сам вот этот отдых, как правило, не за счёт кого-то, кто тебе предлагает, ну, то о чём помощи со стороны родителей в таких ситуациях мы, конечно же, не ждём. Понятно, что этот родитель никогда в жизни не доведёт своего ребёнка никуда. И здесь начинается вот та форма наставничества, которую мы ругаем, но она есть. Когда за руку, да, когда педагог, бедный, бедный педагог берёт за руку, ведёт, ведёт фотографироваться, ведёт документы оформлять там для поступления, берёт ребёнка, берёт маму, отправляется в медицинскую организацию заполнять форму. Вот это просто родительская несознательность, да? Вот по-другому я, наверное, не скажу. Замечательно. Скажите, дети у нас, которые трудные, они наверняка выезжают также в загородные лагеря. Вот как, ну, для них такой опыт, так скажем? Потому что всё-таки, ну, у них трудности в настоящее время, да, например, с поведением, с дисциплиной, и попадая в среду детей, я сейчас не хочу разграничить, я просто хочу понять, как это всё происходит. Там какие-то беседы с ними ведутся, психологические тренинги, что-то проводится для того, чтобы меньше было стычек, конфликтов уже в загородном лагере, потому что это всё-таки более, там, это что-то другое, это уже выезд за город, они уже живут отдельно от родителей, там как-то в чём-то больше свободы, можно сказать. То есть, какая работа проводится перед выездом в загородный лагерь? Что-то проводится? Работа перед выездом в загородный лагерь проводится очень серьёзно, с объектами профилактики. Как правило, эти дети спокойно растворяются в социуме сверстных. И абсолютно ведут себя по-другому. Абсолютно адекватно. Потому что как раз, говорят же, что профилактика заканчивается сразу же, когда звучат слова, сейчас будем профилактировать. Если их никто не профилактирует, если к ним относятся так же, как ко всем, то никаких поводов для недовольства не дают. И опять же, допустим, состоит на учёте 150 ребят. Самых таких сложных случаев, ну это десятая часть. Остальные ребята, которым нужен достаточно короткий срок для исправления. И они справятся, они никогда в жизни никому не признаются о том, что они хулиганы. То есть они про это вообще не будут говорить. И даже к тому, что, ну представьте, вот мы про те же Иргаки, да, это ежегодное же мероприятие. В прошлом году это был Борус. Мы сознательно тренером не рассказываем ни про одного подростка, ничего. Кроме каких-то медицинских особенностей. Мы вообще ничего не говорим. То есть вот они, кроме того, что вот этот там парень 15 лет, там школьник и всё. Ребята сами рассказывают свои истории взрослым совершенно независимо. Но опять же, эти взрослые тоже нам никогда не рассказывают. Ну то есть о том, что происходит. Просто они услышали историю, они её приняли, они её восприняли совершенно по-другому. И ребята увидели своё поведение иначе. Вот это вот очень важно. Поэтому в лагерях они тихонечко вот растворились там, как кофе, да, и всё, они в общей массе отдыхающих затерялись. Но есть и, конечно, концентрированные смены, где отправляют ребят посложнее, где поведенческие какие-то особенности более серьёзные. вот каждый год эта смена проводится, третья смена в августе месяце. Набираются всех муниципалитетов ребят, у которых есть проблемы. И, конечно... И они все в одну смену? И они в одну смену, да. Это где у нас получается? Это в одном из загородных лагерей. Это отряды, в смысле, отдельные? Это собирается смена такая. А, прям все смены? Да. И приглашаются сотрудники полиции. Очень много времени уделяется на развитие патриотических качеств каких-то. Спортивной подготовке уделяется очень много. Ну, и такой более жёсткий контроль за поведением. Но ребята, тем не менее, с большим удовольствием соглашаются каждый год на эту смену, ездят. И мы от города всегда набираем команду своих, которые принимают участие. Замечательно. Ну, я думаю, что по трудным детям в принципе вопрос у нас исчерпан. Хочется поговорить вообще о детях и безопасности в летний период. У нас мы читаем сводки и часто в последнее время встречаем. Ну, потому что погода располагает, жара в республике стоит зачастую. Очень часто встречаются случаи, что дети тонут. Ну, и взрослые тонут, и дети. Ну, не прям очень часто, но тем не менее попадались такие сводки. Вот хочется узнать, что у нас вообще по статистике, по городу, много ли утонувших детей, при каких обстоятельствах произошло, и все-таки чья здесь вина. Это недосмотр взрослых. Ну, в любом случае родительская, потому что они должны всегда знать, где их ребенок находится, контролировать, следить за тем, чтобы все было безопасно. ну, и, конечно же, отпускать одних, я не знаю, с какого возраста можно ребенка, например, отпускать одного, купаться или там с друзьями. Сколько у нас случаев вообще? Три. Три случая за это лето? За это лето. Это Абакан? Это Абакан. Это все школьники города Абакана. Это страшная трагедия, да. Мы когда говорим, мы с большой радостью, вот когда лето закончилось, купальный сезон закрыт, заседание комиссии, и Андрей Викторович Клюев обычно говорит, у нас по нулям. То есть, бывало лето, да, чтобы что было по нулям? И мы все такие, ху, сразу же, да. А в этом году прям, ну, такие трагические, причем все они произошли на одной неделе, в течение одной недели, июня. Это страшная трагедия для каждой семьи, в которой случилось это горе. Это страшная трагедия для ребят-сверстников, потому что вот они придут, а вот эта парта пустая. Да, это горе, которое вообще никогда не исчерпают родители, близкие, потому что вот то, что вы говорите, каждый раз будут говорить, вот что я не досмотрела, ну, как я так, почему я отпустила, почему я не почувствовала. И будет тяжело с этим жить, дальше с этим. Вот, и когда действительно видишь новости, там вот, информационные ресурсы, видишь вот эту руку из воды, да, то думаешь, нет, нет, больше нет, больше не надо. Но, опять же, при одном из случаев прозвучала очень дельная, очень правильная мысль о том, что ребят нужно учить плавать. Во-первых, нужно учить плавать, потому что мы живем в городе, окруженном реками, учить сначала под присмотром, чтобы обязательно дети умели плавать. Второе, и мы про это тоже говорили, мы очень часто говорим, как поступить до, что сделать, чтобы этого не произошло. Но не говорим, что делать во время. если во время, да, потому что, когда наступает, это даже не касается детей, это мы сами взрослые. Порезали рано глубокое, да, первая паника, какая-то истерика ненормальная. У большинства, у 95%, да, ну, что-то, и мы начинаем метаться. А когда происходит что-то серьезное, вот на глазах тонет, человек, да, правильная реакция, очень маленького количества людей. Когда мы отправляем, там, видите, все видят на многих ресурсах, там, первая помощь по спасению утопающих, там, еще что-то. Ну, как-то это все пролистывается, да, и проходит мимо. Вроде, вроде, вроде меня это не коснется, у меня такого не будет. Самая там большая наша распространенная ошибка. Но потом, не дай бог, и никто не знает, как помочь, что сделать. Поэтому к такому никогда не приготовишься, но все-таки какие-то азы, какие-то навыки нужно знать и нужно понимать. Ну, и второй момент, который, наверное, издревле, о том, что никто не отменил, не зная броду, не суйся в воду. Незнакомый водоем, прежде всего, незнакомый водоем, это зона особой опасности. Особенно, если вы пришли туда без взрослых. Особенно, если вы пришли в компании сверстников, ну, обычных сверстников, обычные пацаняты или обычные девчонки, которые, ну, хихикают, хохакают, да, и, может быть, можно было кого-то спасти, если бы ситуация развернулась по-другому. Ну, вот, три смерти на водоемах, страшнейшая трагедия. На каких водоемах? Один в городе Абакане, а два за пределами города. И все без взрослых, то есть изначально? Один факт со взрослыми, практически в присутствии родителей. Ну, что-то произошло в воде такое, что не смогли оказать помощь ни родители, ни медики. Об этом, об этом всегда, ну, вот больно, ножом по сердцу такие истории. Что делать, чтобы не происходило такого родителям, как правильно поступать? Ну, вроде как, и не хочется ребенка совсем закрывать в кокон, да? И в то же время, ну, вот как, пошли они компания, ребенок, ну, с какого возраста можно отпустить? Или все-таки всегда вместе? Вот, самоутверждение в среде сверстников, это самое, ну, такое, самое слабое место у каждого подростка. Вот, допустим, я в свои годы, да, плохо умею плавать, к примеру. И я, естественно, об этом могу смело сказать, что я не буду там ни на слабого заплывать, давай на 200 метров, ни на скорость, ни с кем не мериться. Я приезжаю, на водоем отдыхает. А ребятки, когда приходят там, ты что, не можешь, Да, ну, давай тоже с нами. И ребенок, как бы, думает, что раз у всех это получается, то и у него, то и у меня тоже получится. Но вода коварная штука, это очень опасная, она вот такая, манит к себе, а потом манит окончательно. Поэтому рассчитывать на свои силы, четко признаваться себе в том, что ты умеешь делать и чего не умеешь. И оно объективно оценивает ситуацию. Вот эти моменты во всех случаях не соблюдались. Во всех. Потому что, ну, опять же, мы говорим о некой, ну, такой фатальности судьбы, да, что это произошло, ну, может быть, потому что это не могло не произойти. Это нисколько не умаляет там наши общие вины, да, наши какой-то, ну, взрослые недоговоренности или там чего-то, то, что мы не смогли внушить, объяснить, но тем не менее случилось так, как случилось. Но все-таки отпускать детей с какого возраста можно одних или не отпускать? Знаете, вот кого-то можно отпускать там буквально с семи лет, а кого-то и в пятнадцать нам приводят за ручки мамы. каждый родитель знает своего ребёнка и должен интуитивно чувствовать. Ну, и многим родителям, особенно подростков, особенно подростков, мальчиков, нужно понимать, что их мальчики давно выросли, и они могут самостоятельно передвигаться, самостоятельно принимать решения, потому что вот то, что мы говорим интуитивно, вот некоторые мамы говорят, вот я интуитивно чувствую, что он ещё маленький, А рядом стоит маленький, метр восемьдесят, сто килограмм. И дышит маме в крючок, потому что он маленький. Потому что мама его как котёночка носит. С собой ведет. Водит, за него всё говорит, за него всё рассказывает. И так он никогда не повзрослеет. Вот он таким котёночком всю жизнь не будет. Это хорошо, если он кому-то дальше в хорошую руку передастся. А если нет, то вот будет котейка с мамой жить. Вот такие тоже интуиции. Гиперопека ни к чему тоже хорошая. Интуиция порой бывает обманчива. В общем, каждый поступает на своё усмотрение. Мы говорим о том, что существует масса порталов, где можно какую-то информацию подчеркнуть. Подчеркнуть, переложить на себя, посмотреть на ситуацию в своей семье. Но здесь то, что нужно быть максимально честным по отношению к себе. Потому что не надо, допустим, получаешь какой-то результат. Да нет, да что вы, я совершенно не такая. Я вот однозначно другая. Я сейчас вот отвечу там по-другому на какие-то моменты. Да, и мне будет другой результат. Вот как правильно и чётко отвечаешь. Правильно, как чувствуешь. Получаешь результат, с которым можешь работать, с которым можно как-то изменять в лучшую сторону. Я знаю, что у нас есть в это лето один вроде как случай выпадения из окна. Ну, мы как-то ранее обсуждали уже в какое-то лето эту проблему. Ну, эти трагедии страшные. То есть это когда произошло? Да. Все трагические ситуации отмечены в июне. В июне. В июне, да. А вообще вот мы постоянно же мониторим ситуацию по происшествиям с детьми. И нас в нашем регионе, и у соседей, ну, и вообще такую общероссийскую. Открытое окно и окно с москитной сеткой. Высотки. Это вот, ну, просто беда. В летний период, ну, не проходит ни одной недели, чтобы в сводках не появилась вот история о том, что какой-то ребенок выпал и жизнь которого не смогли спасти. Чаще всего, ну, это объяснимо, это ребята дошкольного возраста, которые выглядывают, которые что-то хотят увидеть интересное. Интересную птичку, интересную бабочку. Посмотреть, кто там гомонит во дворе для того, чтобы как-то приобщиться. Наваливаются на москитку, ну, и, собственно, на этой москитке отправляются в свободный полет. Истории заканчиваются практически все смертью. Поэтому мы говорим, и, знаете, я не знаю, сколько будем говорить о том, что стараться не ставить мебель у окон, стараться не открывать настежь. Но, с другой стороны, мы рейдуем и понимаем, когда заходим куда-то, если это маленькая по площади квартира, да, или там комнатка, где по-другому невозможно расставить мебель, что единственный выход – это открытое окно, да, для того, чтобы хотя бы движение какое-то воздуха было. Ни в коем случае не оставлять открытое окно в то время, когда ребенок остается в комнате один. Ни при каких условиях. Потому что это дело вот просто секундное, годовалое, двухлетнее, трехлетнее, там, пятилетнее. Ну, целая вот череда дошкольников, вот, о которых описывают в новостных лентах. Ну, это, конечно, страшно, когда эта маленькая крошечная жизнь, она оборвалась навсегда. Трагический случай, который в июне, в Абакане произошел, там, при каких обстоятельствах? Точно так же. Не досмотрели или оставили дома одного? Маленький, маленький, вышел в соседнюю, взрослый был в соседней комнате. То есть, в принципе, в короткий период времени, да? Причем все отмечают, что, ну, конечно, есть такие, мама уснула, да, вот мы читаем, мама уснула, ребенок там забрался на подоконник. Но мама не может бодрствовать 24 часа в сутки, да, она тоже человек. Но мама может на этот период закрыть окно или там поставить на проветривание, или установить вот ту щеколду, про которую мы постоянно говорим, удерживатель, который предотвратит открывание окна и, возможно, спасет жизнь ребенка. Вот такая мелочь, вот такая, казалось бы, простейшая, набор простейших действий, которые спасут жизнь, которые потом не будешь ни сокрушаться, ни переживать о том, что ты этого мог сделать, но не сделал. У нас еще мы тоже не раз обсуждали, что продаются на окна ручки с замками, с ключиками. Тоже как вариант иногда на случай, если дети могут еще и сами открыть его. То есть одно дело закрыть самостоятельно, а другое дело, что дети умеют открывать и могут сами открыть и распахнуть его. На эти случаи есть такие ручки. Ну тоже, если маленькие дети, можно приобрести и поменять на ручки с замками. Для того, чтобы все равно какое-то действие по безопасности произведено. Те же самые спички, те же самые зажигалки, которые для тех, у кого там дома, допустим, газ есть на кухне или кто еще по-прежнему курит. Вот это все бросается. Это же очень интересно добыть огонь самостоятельно. Что с ним дальше делать, никто не знает. Когда он пальчики начинает обжигать, самая первая реакция какая? Бросить. Без разницы куда. Это причины бытовых пожаров. Вот тоже огромнейшее количество. Захламленность в быту. Вот это то, о чем нужно думать нам, взрослым, для того, чтобы минимальными усилиями избежать большой беды. Вот еще, знаете, я вспомнила, если вернуться к трагедиям на воде, вы наверняка в сводках читали случай, это не в Абакане было, когда годовалого ребенка родители с тетей и дядей отпустили на отдых, и ребенок, пока все спали, вроде как вышел из палатки и утонул. Тоже такая интересная история в том плане. Ну, удивительно, во-первых, как такого маленького малыша, годовалого, доверили. Посторонним людям. Можно сказать, посторонним. Тем более понятно, что там была тусовка, там выпивали спиртные напитки. Вот это самое страшное. История больше всего поразила то, что ребенок оказался в отсеке палатки один. Но обычно, когда ты берешь какого-то ребенка к себе, ты чувствуешь еще двойную-тройную ответственность за него. Что надо приглядывать. Надо приглядывать. И да, действительно, либо к себе, либо к стеночке его закатил, чтобы ты чувствовал, что вот он есть, здесь маленький. И здесь вот это страшная история. Ну, и хочется, наверное, вот к родителям, мне кажется, обратиться, что, ну, как бы доверять. Даже это если близкие родственники, кроме вас самих, так никто не будет за вашим ребенком. Ну, так скажем, посмотреть, приглядывать. Даже самые добросовестные. Знаете, самое такое еще, ну, козырная карта из рукава наших всех граждан, которые приходят к нам на рассмотрение материалов за распитие, они говорят, да, все пьют на озерах и реках, все для этого туда и приезжают. Опять же, все приезжают туда, не обязательно напиться, да, и многие приезжают покупаться, отдохнуть от суеты, от прочего, от прочего. И если уж ты берешь на себя ответственность за кого-то, то, безусловно, это без всякого спиртного, чтобы ты был в трезвом, ясном уме, для того, чтобы ты мог принять какие-то быстрые решения, правильные, адекватные ситуации. И детки должны быть с родителями обязательно. А если ваши родственники, к примеру, склонны к употреблению или тем более злоупотреблению спиртным, безусловно, никаких детей им доверять не нужно. Ну да. Еще опасности, да, которые, несмотря на то, что сейчас не зимний период, лето, тем не менее пожары тоже никто не исключал, они имеют места быть. Ну, если зимой это часто из-за печек, неисправной печи или, например, использования обогревающих приборов, то в летнее время тоже есть моменты, провоцирующие пожар. Вот хочется узнать по статистике, по детям, да, и родители, какие могут профилактические мероприятия проводить. Ну, в добрый час сказать, в Абакане эта ситуация по нуля на текущую дату. С зарядными устройствами, помните, тоже были проблемы у нас. Ну, то есть вот, знаете, мы каждый раз, когда что-то происходит, поднимаем очень высокую волну. Очень высокую. И так же, как и все нормальные, все, кого она касается, да, на время притихают. Но потом наступает вот период затишья, да, все вроде все в ружье, все знают, что делать, как делать. Потом наступила тишина, ничего не происходит, больше никто не будоражит, да. Ну, и вроде как этого не случится, да. Что элементарно, когда греют пищу, забывают эту пищу на плите, да, там заигрываясь или там еще что-то. Да у взрослых это бывает. Ну, конечно, взрослые на захламленных балконах, когда там курят, к примеру, по неосторожности с огнем, по взрослым такие сводки проходят постоянно. Ну, и мы видим о том, что пожары и вот эти бегущие строки, о том, что будьте внимательны в быту, будьте внимательны, там, не оставляйте огонь без присмотра. Ну, это казалось бы, ну, мы сколько про это можем говорить, да, это должно быть уже вот вбито на подкорку. Но, однако, раз пока возникает такая необходимость, будем проговаривать из раза в раз о том, что в быту нужно быть предельно осторожным и с электроприборами, и с бытовыми, какими-то приборами и с огнем, и ванну посещать без телефона на штырье, обязательно мыться, чтобы никакой прибор не попал, чтобы, не дай бог, не случилась беда. И, казалось бы, мы, с одной стороны, нагнетаем, 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 пугаем, 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 да, вот эту беду, грузим, грузим, грузим. Но с позиции здравого смысла – это здоровая предосторожность, да. Вот просто вот делай, не то, что даже не делай так. Ходи в ванну с книгой. Тоже, ну, тот же самый интерес вызовет, да, чем, ну, с гаджетом там. Или хочешь, чтобы обязательно был гаджет, ну, оставь его там на полочке, там, не касайся его руками. Ну, то есть вот какие-то такие моменты же. Можно вот для себя повернуть, если вдруг ты без этого никак не можешь. Вот, и естественно, что самое главное – это пример родителей. Какие мы, такие наши дети. Что делаем мы, так и будут поступать наши дети. Вот, и бесполезно их убеждать в обратном. Ну, да. Еще у нас в летний период опасные такие ситуации, связанные с автомобилем. Мы уже эту тему чуть-чуть, по-моему, коснулись. То есть дети садятся за роль автомобилей, мотиков и так далее, попадая в ДТП. Причем иногда садятся в нетрезвом виде. Вот у нас что по статистике этим летом в городе? Этим летом такие факты тоже есть. Есть, да. Есть, да. Вот буквально от 30-го будет рассмотрен административный протокол по части 3 статьи 12.8 за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на 17-летнего парня, который ранее у нас состоял уже на учете за это. Но тогда его спасло, скажем, от уплаты большого штрафа только то, что он не достиг возраста 16 лет. То есть у него можно сказать, что сложилась уже эта модель. Пьяным за роль можно. То есть вот в его голове такой шаблон работает. А может быть даже алкоголь его призывает к тому, чтобы вот в прошлом году он попал в серьезное ДТП, там были очень серьезные проблемы. Вот в этом году, когда мы увидели на обложке материала снова эту фамилию, то говорим, да что ж такое? Вообще этого человека жизнь чему-нибудь учит? Или она когда-нибудь научит его очень-очень жестко? Вот, поэтому несовершеннолетний бесправник за рулем автомобиля – это очень страшно. Потому что человек мало того, что правильно не может реагировать в силу возраста, в силу отсутствия опыта, в силу отсутствия обучения, так он еще и находится под влиянием алкоголя. Что и реакцию притупляет, да, и вообще все чувства прочее. Вот такие ребята есть. К сожалению, они есть. И, к сожалению, не пугает их огромнейший штраф. Ну, представьте, 30 тысяч – это фактически средняя зарплата обычного человека, да. Вот это чуть даже больше, чем минимальный прожиточный уровень. И родители выплачивают, никаких половинок там не делится, потому что этот штраф должен быть уплачен в полном объеме, в короткие сроки, и даже это не становится преградой. Есть вот уже у нас такие, скажем, транспортные рецидивисты, которые поставлены на учет за то, что они управляют. Родители привлечены к ответственности. И все равно. И снова их задерживают, и снова родители привлекают к ответственности, потому что ребята даже 16 лет не достигли, но вот очень бодро горцуют по городу. Причем они знают, у нас же в состав в ходе представителя ГИБДД, Инна Евгеньевна, постоянно проговаривают об этом на заседаниях, если какие-то вещи. И все знают, потому что это в открытом доступе публикуется о том, что рейдовые мероприятия проводятся, да, и утренние, и вечерние, и ночные, и всякие разные. И точки сбора всем известны, и постоянно они контролируются, и пресекаются сборища на этих местах. Но самое важное – это обмануть всех. Не бояться ничего. Не то, что могут свою жизнь покалечить, что подвергает опасности других ребят, потому что чаще всего это же еще с пассажирами на мотиках. Считают, что шлем спасает от всех неприятностей. В шлеме возраст не виден, и, собственно говоря, если что-то произойдет, то головой не так сильно ударишься. Вот когда вот это все слушаешь и думаешь, боже, ты же такой ребенок, ты вот просто ребенок на уровне чуть постарше детского сада. И ты на себя принимаешь очень серьезную ответственность стать участником дорожного движения наравне со взрослыми, встать в поток автомобилей, кому-то что-то доказывать. Ну, ничем хорошим обычно эти истории не заканчиваются. Все понятно. Еще хочется поговорить про алкоголь и про вейпы. Ну, летом алкоголь распространен, в жару взрослые чаще где-то что-то там на отдыхе и так далее употребляют. Ну, и дети в том числе тоже чаще. Плюс у них каникулы, времени больше свободного. Что можем сказать? То есть у нас есть за лето, как это там, получается, дела, да, именно связанные с алкоголем. Ну, и по вейпам тоже позднее. По алкоголю все начинается с пустяков. Обращаясь к родителям, наверное, хочется сказать о том, что так называемое пиво-нулевка – это тоже нулевка, это тоже пиво. Что бы там ни говорили, отсутствие градуса, да, но вот этот напиток называется и носит такое же название, как и его алкогольный собрат. Потому что мы четко познаем, что до 21 года никому потреблять алкоголь нельзя продавать, да, и до 18 лет категорически воспрещено. На нулевку у нас как продают? Я говорю… Нет, вот я просто сейчас задумалась. Я сейчас тоже об этом думаю. Ну, то есть родители очень часто говорят, нулевка – это не пиво. И что разрешают детям нулевку? И разрешают употреблять. А начинается это всё с нулевки, да? Да, у детей уже попробовали пиво. Так, всё, пиво попробовали, нулевку хочется попробовать. Вкус понравился, тем более, что сейчас очень же много там всяких ароматизированных напитков. Дальше попробовали фруктовое какое-нибудь там пиво, тоже понравилось. Одно дело 2-3 глотка, да, а второе, когда они понимают, что ну 2-3 глотка – это очень много, а выпивают там 1-2-3 бутылочки, ну и находятся в состоянии алкогольного пенения, и вкус уже не такой радужный, и потом последствия достаточно плачевными. Вот не нужно вот расхолаживать, не нужно расповаживать. Есть детские напитки, и они обозначены как сок, как газ-вода, как минеральная вода. Есть взрослые напитки, и мы тоже все их знаем. Вот поэтому детям не нужно давать, не нужно приобщать их в компанию взрослых, ну, чтобы они сначала чувствовали это вроде на безобидно, такое наравне безобидно, а затем уже пробуя и серьезную алкогольную продукцию. Потому что организмы некрепкие, выявляется это все на раз. Те, кто собирается во дворах, им кажется, что их никто не видит, безусловно, всегда есть тот, кто видит хорошо. И есть еще те, кто снимает это на камеру, да, делает или фотосъемку, или видеосъемку. И, безусловно, все такие ребята привлекаются к ответственности. Сто процентов детей, распивающих, замеченных в употреблении спиртных напитков, ставятся на учет. Без всяких, при идеальных характеристиках. Сразу же. При ходатайствах всех-всех-всех тренерского состава, образовательного учреждения. Одна такая вот ошибочка. Одна бутылочка грозит учетом. Да, возможно, в наркологии с первого раза они не будут поставлены, они будут, ну, там, какие-то профилактические мероприятия предупредительные будут проведены. Но в отделе по делам несовершеннолетних и комиссия как координирующий орган обязательно твой ребенка себе на заметку возьмет. И поручит субъектом работать с ним полгода. Поэтому каждому из ребят и их родителям нужно подумать, стоит ли один глоток вот таких серьезных дальнейших проблем. Тем более, что и штрафы достаточно серьезные на родителей. Если ребенок не достиг 16 лет, там штраф от полутора тысяч. И на ребенка сам тоже штраф, ну, такой от 500 рублей начинается. Самая нижняя планка. Как эти факты выходят, так скажем, доходят до вас? Очень просто. Собрались ребята в беседке, во дворе. Это же все очень эмоционально. Это же не разведчики, да, под переключением. Им кажется, что они тихо разговаривают. Они, конечно же, не тихо. У них начинается такое возбуждение в хорошем смысле, да. То есть они все радуются, что у них все получилось. У них получилось купить. Всех обмануть. У них получилось всех обмануть. И они все собрались. И вот там в компании кто-то выглядел, как будто ему 18 лет. Да-да-да, обсуждают. И они начинают веселиться-веселиться. Потом они употребляют, как в любой компании. Это бывает у взрослых. Градус повышает веселье. Да. И кто-нибудь говорит, ребят, ну-ка, тихо. И может получить очень серьезную отповедь от ребят. Ну, тогда обращается в полицию. Полиция приезжает, видит тепленькую компанию. Собирает их под белорученьки. Везет на Щетинкино. Приглашает родителей. И устанавливается, что все эти ребята пили. Хожая ситуация, когда ребенок не контролирует, что он пьет. И сколько он пьет. Когда там кого-нибудь из-под деревца заберут пьяненького. Или, как бывает, он там надебоширит, потом говорит, ему видео показывают. Везде сейчас мы говорим, ребят, мы вот без конца говорим про одно и то же. У нас город буквально забит камерами. Мы живем в таком чуть-чуть будущем, подконтрольном. Но вы понимаете, что вот пятиэтажный дом, даже если вдруг вам кажется, что вы под деревом, и там сто балконов. И у кого-то однозначно есть хорошая камера. И кому-то ваши вечерние или ночные посиделки однозначно мешают. И кто-то, к примеру, не будет мириться с тем, что да, все такими были. Он возьмет и сделает сообщение. Справедливое сообщение. И вы будете... Ну, в этот момент они совершенно об этом не задумываются. Конечно, нет. Они же умнее. Они же умнее. Всех перехитрят. Все понятно. Ну, а родители как должны пропагандировать? Да, ну, так сказать, трезвый образ жизни. Особенно если, ну, например, ну, не знаю, даже посиделки там в праздничные дни. Понятно, что там Новый год, может быть, это шампанское. То есть, ну, без фанатизма, если в семье выпивают, да, там, по праздникам, к примеру. То есть, как это объясняют? Ну, кто-то из взрослых стесняется и выпивает, например, ну, втихаря. Говорят, что ну, как я ребенку там объясню. Кто-то нормально это позиционирует. И говорят, я взрослый, я имею право, сколько хочу, столько пью. А ты маленький, ты не должен пить. Вот как эта культура в семье должна... Ну, вот у всех по-разному? Ну, вот культура питья, она же формируется. И русские, в русских традициях, как вы сейчас меня не осудили, есть, да, то, что какие-то вот праздники, они... Ну, что присутствует алкоголь, да. Но одно дело, когда кто-то выпил лишку и начал всех гонять, материть, да, побежал за добавкой, вытряхнул из карманов последнее для того, чтобы купить себе там еще что, чтобы не хватило, ну, превратился вот в чудовище. Это одна история. В таких, конечно, лучше не пить. Есть те, кто накрывает красиво столк, кто вот умеет говорить красивые тосты, да, там, и кто умеет себя вести достойно в любых ситуациях. Стою пить без фанатизма. Без фанатизма, конечно. Тогда это не навредит, ну, то есть, детской психике, которая это наблюдает. По большому счету, такого нет. Одно дело, когда, знаете, сейчас бы родитель зашел трясущимися руками там полторы бутылки, это полтора литровая бутылка, о, все хорошо. Такие тоже у нас, таких ребят мы знаем, то есть с такими взрослыми мы работаем. И второе, когда вот просто собирают, накрывают красиво, готовятся, все трезвые остаются. Ну, и выпивают там, разливают красиво. Да, 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 например. Ну, вот это же, сотни людей живут, огромнейшее количество семей, да, хоть в городе Абакане, хоть там в стране, но не все стоят на учете, не всех боятся. Не ко всем, когда, знаете, соседи, там, бабушки видят кого-то и говорят, о, сегодня пятница, вот у них сегодня будет точно. Вот, но такие же ситуации есть, вот об этом нужно думать родителям, потому что, ну, как правило, дети в таких семьях могут и вообще не употреблять спиртным. Потому что им опыта родительского достаточно. Им последствий, которые они видят от распития, более чем. А беда распития стала, это вполне благополучные ребята. И напитки стали не трехрублевые, отнюдь. Которые пробуют, которые не рассчитывают своей силой, которые оказываются в больничке. У нас менее девяти минут до окончания эфира по вейпам. Расскажем, как ситуация обстоит на сегодняшний день, вообще летом. Потому что у нас одно время, так скажем, остро стоял этот вопрос. И часто дети у нас были замеченными, были пойманными, в том числе и на территории школы. Вот, наверное, даже получилось продолжение темы. В один из периодов мы приняли такое решение, что все, кто будет пойман за вейпом... А постановка на учет так же, как за алкоголь. Постановка на учет стопроцентная. Сто процентная. Мы выбираем здоровую нацию. Это вызвало шквал недоумения. Со стороны кого? Со стороны родителей. Шквал недовольств. Ну, потому что вы понимаете, что вы фактически перекрываете все будущее нашему ребенку. А в чем проблема? Не парите? Вот для вас это очевидно. Для родителей нет. То есть у них уже есть страх, и они не уверены сами в своих детях, что он не будет замечен и пойман своим. Правильно? Да, и в июне мы рассматривали материалы. Тоже вот про то, о чем мы говорили, когда один из жителей дома снял с балкона... И отправил. И отправил в соцсети. Это было размещено. Потом оно дошло куда надо, да? Конечно. Сразу же нужно было выяснить, кто эти дети привлечь к ответственности. Все ребятки были поставлены на учет. Еще это упадало несколько. С идеальными характеристиками, потому что нам правильнее провести, пусть на небольшом временном отрезке, индивидуально-профилактическую работу, такого качества, чтобы рука ребенка больше не потянулась ни за вейпом, ни за рюмкой, ни за стопкой, ни за бутылкой. Слушайте, но меня удивляет позиция родителей, которые были возмущены такой жесткой для них мерой, постановкой на учет, потому что они тем самым как будто бы ну так вот относятся к этому, ну не поощряя, но и в то же время не особо осуждая. То есть для них это какая-то мелочь, как будто бы... Ну а с чего дети будут тогда? Значит, идет со стороны родителей какие-то мнения о том, что ну как бы вейпы – это не сигареты, в них ничего страшного. Возможно, они и сами, да, парят. Тут же и... Такое, такое, тоже... Еще и детям. Помните, по-моему, вырос... Кто-то додумался подарить ребенку. Подарить ребенку. Да, 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 были такие. Я вообще в шоке сейчас. Или, знаете, вот была история совсем свеженькая. Второклассник увидел открытую машину, сел в нее и благополучно тронулся и разбил. Соответственно, вырезался в бетонку и очень серьезный урон нанес. И мы, когда маме говорим, нужно работать с ним прямо сейчас, мама говорит, не мешайте ребенку познавать мир. Ничего себе. Прямо скажем, удивительная позиция. Сегодня он так познает, а завтра что-то будет. Да, 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 да. Не надо думать про завтра, мы без вас разберемся. Конечно, это родительская позиция. Мы никто не говорим. Бывают идеальные дети, оно, что называется, вычудили. Но эти дети приходят, сообщают о том, что они это сделали, что они ситуацию приняли, ну и готовы понести какое-то наказание. И это вызывает уважение. А бывает то, что вот то, о чем я вам рассказывала, приходит кто-то у мамы под мышкой, она ему говорит, я все за тебя скажу, я все расскажу. И знаешь, у меня единственная правильная мысль. И мы понимаем, что нам будет очень-очень сложно, потому что мама будет перечеркивать всю нашу работу. Она будет подвергать сомнению любое наше действие. И будет говорить, нет, я, мама знает. Мама знает, как надо. Вот это, вот это беда. Родительская любовь не должна быть слепой. Она должна быть трезвой и разумной. Мы любим детей, но мы должны понимать, что вот сейчас, допустим, иногда объясняем, вы рассказываете, ну вот он же маленький, вы понимаете, он маленький, решился на кражу. Мы давайте все простим. Нам тоже жалко. Мы тоже по-человечески очень сильно жалеем. Ну сиди там, карапуз, гном, который там воровал. И он тебе рассказывает, зачем он воровал, почему воровал. И казалось бы, ну вот так мы можем кулаком погрозить и отпустить. Но тогда мы тем самым говорим, слушай, так можно. Мы тебе и в следующий раз погрозим. Ты, ну, никакого наказания не понесешь. А когда он понимает, что он это сделал один раз и получил минутную выгоду какую-то, или там удовольствие минутное, как от распития, а хвост будет тянуться достаточно долго, то, наверное, в следующий раз его поведение будет более ответственным. Вот. Не к тому, что мы хотим всех, знаете, как вот это бывает, кто-то в слезах там в это кричит. Вам бы лишь бы на учет поставить, да бога ради. Конечно же, нет. Учет – это наша дополнительная нагрузка, это дополнительная работа на каждого специалиста. У вас планы. У нас планы, да. Надо вот столько-то нам поставить на учетку. Нет такого плана, уверяюсь, нет такого плана. Слушайте, ну вот мне кажется, здесь важно действительно тот момент, который вы отметили, что родители должны быть с вами на одной стороне, иначе они просто не все понимают, что вы за их детей, а не против их. Они воспринимают вас скептически, как врагов, и начинают защищать свое дитя там, закрывая с собой, считая, что вы вред. А здесь надо понять, что профилактический учет – это мера именно, которая во благо ребенка, для того, чтобы дальше он не совершал, и чтобы уберечь его от дальнейших каких-то последствий, более страшных, ну, каких-то ситуаций. Поэтому, да, хочется, чтобы родители для себя вот этот вывод сделали, и в случае вот постановки на учет были с вами на одной стороне и помогали. Помогали. воспитание ребенка. Друзья, на этом программа «Деловое время» завершается. Мы не успели 1 сентября прием детей обсудить, но ничего страшного, еще обязательно встретимся. Александра Николаевна, спасибо, что пришли к нам. Спасибо. За полезную беседу. Спасибо, друзья. Это телеканал «Абакан-24». Меня зовут Надежда Савельева. Вы, пожалуйста, не переключайтесь. Далее будет еще один прямой эфир. Оставайтесь с нами. Всем хорошего вечера. Спасибо.